У Могилёвский травмапункт звернулись одразу некальки дорослых с взрыванными ранами. Гэтая травма и они отримали при катании с горки, причем с горки, которую горожане накатали побачь с лесвицей у Подніколли. Подходы до этой горки нема. Кто паузе на ней на карачках, кто перелазит празмастацкие поручни Подмикольской лесвицей. Меж тем, у парку Подмиколля есть горки для детей, но на момент приезда нашей сдымочной группы они шамусти пустовали. Дети, видать, не разумеют, а вось дорослых не смучают, а вось такие знаки у парку Подмиколья. И они бачить только горку. Але подобные забавы на недобрые упорядкованные горцы небеспечные. Посля такого катания у Могилёвский травмапункт звернулись одразу некальки дорослых с взрыванными ранами. Даже порядковые номера 1, 2, 3, то есть по очереди, срезанными ранами ягодиц. Приходили пациенты, где повреждена одежда, мягкие ткани человека. Ну и необходимо было оказывать первую помощь, накладывать швы. Как и любая рана, которая может нагноиться, может быть занесена дополнительная инфекция. Это и столбняк, от чего мы всех прививаем пациентов, рекомендуем, чтобы они были привиты. Ну и дополнительное неудобство по поводу того, что рана находится на мягком месте. По дыходу до этой горки нема, кто паузе на яе на карачках, кто перелазить про осмостатские поручни под Микольской лесьвицы. На информацию про небеспеку реагуют по-розному. Да я не хочу, я отстанься. На ту деревянную горку ходим, но, увы, она сейчас не по погоде. Кого вы привели сюда? Внуков. Сколько им лет? Девять лет и шесть. Массовое поступление детей идет с рваными ранами спины и ягодиц. Вы об этом знаете? Знаю. Мы просто страхуемся. Не просто так же, на ледянках они проедут немножко на горки. Зима для чего у нас? Вам не страшно здесь кататься? Теперь страшно. Мы больше не будем. Меж тем, у парку под Миколья есть горки для детей. И на момент приезда с дымочной группы они чемусь все пустовали. Тетяна Сергеевич, Віталь Алексеенко. Новини региона.